В понедельник, 5 августа, Мосгорсуд отменил арест счетов группы компании «Восток Цемент». Дело возвращено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. Напомним, счета «Восток Цемента» были арестованы 31 мая этого года Генеральной прокуратурой, в результате чего около 5000 семей могут остаться без средств к существованию. Глава Приморья Олег Кожемяка обеспокоенный ситуацией направил обращение в адрес заместителя председателя правительства России Полпреда Юрия Трутнева о необходимости принятия мер по возобновлению работы предприятий «Восток Цемента». С такими же просьбами выступили главы Якутии и Еврейской области, где также работают заводы «Восток Цемента». Также депутат Государственной думы России и член фракции КПРФ Алексей Корниенко направил Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке депутатский запрос с требованием прекратить нарушение трудовых прав граждан, работающих в компаниях «Восток Цемента». В середине июля губернатор Приморья Олег Кожемяка во время визита на «Спаск Цемент» сообщил о частичной разблокировке счетов. Таким образом, благодаря поддержке глав регионов и председателя правительства появилась надежда, что заводы не остановят и люди продолжат работать, а государственные стройки получат поставки цемента и стройматериалов. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев также прокомментировал ситуацию с наложением Генпрокуратуры ареста на счета группы компаний «Восток Цемент», сообщив, что цель всего этого – захват бизнеса, который он создавал и которым руководил еще до избрания его главой Владивостока. Напомним, мобилизовав все ресурсы, «Восток Цемент» удалось выплатить июньскую заработную плату своевременно. Однако ситуация все еще остается тревожной. Если счета и арест на имущество не будут разблокированы в ближайшее время полностью, это подорвет строительную отрасль Дальнего Востока.